Человек, вошедший в историю. Евгений Рылов открыл для страны новую главу достижений. На Олимпиаде в Токио он завоевал две золотые медали. Его награда стала первой у России в плаванье за последние 25 лет. Но Евгений признается, победа далась ему совсем нелегко. Встреча проходила в формате вопрос-ответ. Каждый желающий мог задать любой вопрос. А их у студентов было предостаточно. Ребята интересовались как профессиональной деятельностью спортсмена, так и личной жизнью. Недавно спортсмен выпустил заявление об отказе от участия в Олимпиаде 2024 года в Париже. Данное решение связано с несогласием с критерием МОК – выступления под нейтральным статусом. Предстоящие игры должны были стать последними в карьере пловца. Евгений заявил, что уверен в своем решении. Спортсмен старается чаще проводить время с подрастающим поколением. Не только я им могу что-то рассказать или научить, но и они меня, рассказал Евгений Рылов. Это достаточно интересно лично для меня, потому что общение с другими людьми в любом случае помогает развиваться, потому что все под разным углом смотрят на этот мир. Это помогает развиваться непосредственно мне, а также помогает развиваться детям. Он дал нам советы, и я это предпочту для себя в будущем. Я считаю, что такие мероприятия обязательно проводить, потому что ребят нужно мотивировать, чтобы ребята как можно больше занимались спортом, занимались учебой. И именно такие люди, как Евгений Рылов, мотивируют ребят для занятия спортом. Евгений Рылов родом из Новотроицка. Он занимается плаванием шести лет. После завоевания золота получил звание «Главная надежда российского плавания». В настоящее время он сам тренирует юных спортсменов.